МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам предстоит непростая и в то же время увлекательная задача рассказать о самолете, который находится в самом начале своей летной жизни. Заложенные в него характеристики только проходят проверку. С другой стороны, он является новейшей военной разработкой, а поэтому многое, что с ним связано, еще долго будет скрыто под грифом «совершенный секрет». Впрочем, о главном можно уже говорить с уверенностью. Эта боевая машина будет определять облик российских военно-воздушных сил на десятилетие вперед. Наш герой – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, истребитель пятого поколения Т-50. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семидесятые годы 20 века. На очередном витке гонки вооружений две сверхдержавы противопоставляют друг другу по паре фронтовых истребителей. У США это были легкий F-16 и тяжелый F-15. У Советского Союза МИГ-29 и Су-27 соответственно. Названные самолеты относятся к четвертому поколению. Их создание подвело определенную черту под историей развития реактивных истребителей. И в то же время послужило отправной точкой к проектированию машин следующего, пятого поколения. Работы по обе стороны океана начались практически одновременно. А именно в 1981 году. Причем для американцев проблема стояла даже острее. Дело в том, что советские истребители четвертого поколения появились несколько позже американских, и это отставание конструкторы сполна компенсировали перспективными техническими решениями. Поэтому и Су-27 и МИГ-29 во многом превзошли оппонентов. В 90-м году в США вышли на испытания две опытные машины. YF-22, детища фирм Lockheed, Boeing и General Dynamics, и YF-23, совместный проект Northrop и McDonald's. Это были прототипы американского истребителя пятого поколения. Из двух самолетов предстояло выбрать один. И после сравнительных испытаний к дальнейшей разработке приняли YF-22. Работы шли достаточно высокими темпами, но 25 апреля 1992 года одна из двух опытных машин потерпела аварию. Испытания прервались на пять лет. Обновленный самолет совершил первый полет 7 сентября 1997 года. К тому моменту машину существенно переделали. Она получила обозначение F-22 Raptor. Всесторонние летные испытания продолжались до 2002 года. После чего F-22 приняли на вооружение военно-воздушных сил США. Именно Raptor является основным конкурентом российского истребителя. В 90-е годы в США начали разработку еще одного истребителя пятого поколения. По сравнению с F-22 новая машина должна была быть меньше и дешевле, но в то же время обладать расширенными возможностями. В качестве заказчика выступали как сами Соединенные Штаты, так и ближайшие их союзники. Претендентов опять было двое. Фирма Boeing представила X-32, а Lockheed Martin X-35. Обращает на себя внимание несколько необычная форма машины от Boeing. Впрочем, летные данные не позволили ей выиграть конкурс, и выбор пал на разработку компании Lockheed Martin. В дальнейшем ее самолет получил обозначение F-35 Lightning II. Мы еще вернемся к американским истребителям пятого поколения, а пока посмотрим, как развивались события в Советском Союзе. Сразу отметим, что в нашей стране работы затянулись. Причины известны. Политический кризис, развал Союза, сокращение финансирования. Советские, а точнее уже российские, прототипы истребителя пятого поколения вышли на летные испытания лишь в конце 90-х. Изначально головным разработчиком перспективного истребителя определили ОКБ имени Микояна. Опытный экспериментальный самолет построили в 94-м году. Ему присвоили шифр 1-44. Для машины выбрали треугольное крыло и так называемую схему утка. При такой компоновке горизонтальное оперение расположено не позади крыла, а перед ним. Подобный подход позволяет рассчитывать на получение более высоких несущих свойств и более высокого аэродинамического качества. Например, эту схему использовали при постройке европейских истребителей четвертого поколения Гриппен и Тайфун. Схему утка в ОКБ Микояна опробовали еще в 44-м году на экспериментальной машине МиГ-8. Спустя полвека ее реализовали и на самолете 1-44. В декабре 94-го летчик-испытатель Роман Тоскаев выполнил на истребителе первые скоростные пробежки. Следом за этим этапом должны были последовать короткие подлеты, а потом и первый полет машины. Но из-за проблем с финансированием работы остановились. В конце 90-х в программу попробовали вдохнуть новую жизнь. В январе 99-го состоялась официальная презентация, а 29 февраля 2000-го года истребитель поднялся в воздух. Пилотировал машину летчик-испытатель Владимир Горбунов. К тому моменту опытный МиГ был уже не единственным прототипом истребителя пятого поколения в России. 25 сентября 97-го года состоялся первый полет самолета С-37. Его спроектировали в ОКБ Сухого. В небо самолет поднял летчик-испытатель Игорь Вотинцев. В последующем машина получила имя собственное «Беркут» и обозначение Су-47. Разработка «Беркута» началась также в 80-е годы. Причем ОКБ Сухого ориентировало свой проект в первую очередь на корабельное использование. Для самолета выбрали схему с обратной стреловидностью крыла. Теоретически это сулит определенные преимущества. Эксперименты в этом направлении начались еще в 40-е годы 20-го века. Первыми были немцы. Перед нами опытный реактивный бомбардировщик «Юнкерс-287». А это уже советский экспериментальный планер «ЛЛ-3», главным конструктором которого был Павел Цибин. Первые испытания подобных машин выявили и первые проблемы. В частности, на больших скоростях под воздействием набегающего потока крыло начинало закручивать, что могло привести к его разрушению. Требовалось повысить прочность, но это вело к утяжелению конструкции. Вновь к теме крыла с обратной стреловидностью вернулись в 80-е годы. Главная причина – появление композиционных материалов, легких и в то же время достаточно прочных. Так в США в течение 7 лет проходил испытание экспериментальный самолет «Х-29», который имел композитное крыло обратной стреловидности. А в нашей стране с таким крылом построили как раз Су-47. Впрочем, как показало время, решить все проблемы, присущие данной компоновке, не удалось ни в США, ни в России. И Су-47 постепенно перешел из разряда опытного истребителя пятого поколения в разряд экспериментального. Не стал российским истребителем пятого поколения и «Микояновская» машина. Летные испытания самолета 1-44 закончились, едва начавшись. Выполнили всего два полета. Машина перестала отвечать возросшим требованиям. Сказался вынужденный простой в середине 90-х. В результате в 2001 году решили сосредоточить усилия на создании принципиально иного авиационного комплекса. Напомним, что к началу 2000-х годов на вооружении ВВС России стояли два типа фронтовых истребителей. Тяжелый Су-27 и легкий МиГ-29. В идеале также требовалась подобная пара. Но экономические реалии вынудили разрабатывать одну машину. Она получила рабочее название «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации», сокращенно ПАК-ФА. К тендеру привлекли компании МиГ и Сухой. Основными требованиями стали сверхманевренность, крейсерский полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажного режима работы двигателя, малая радиолокационная заметность, повышенная эффективность поражения как воздушных, так и наземных целей. В апреле 2002 года головным разработчиком выбрали конструкторское бюро Сухого. Проект получил обозначение Т-50. Более привычное имя СУ будет присвоено машине, когда она поступит на вооружение. Это обычная практика. Например, СУ-27 до определенного момента также имел индекс Т, а именно Т-10. Главным конструктором по теме ПАК-ФА назначили Александра Давиденко, ведущим летчиком-испытателем Сергея Богдана. После времен перестройки и некого забвения в авиации, которое наступило в тот период, после очень длительного перерыва, это, по-моему, больше 30 лет, со времен создания самолета СУ-27, впервые на фирме появился такой заказ и такой проект. Он был реализован в максимально сжатые сроки. Эскизный проект машины был представлен в 2004 году. Через пару лет подготовили и всю необходимую техническую документацию. В 2007 на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре приступили к сборке опытных экземпляров Т-50. Ну, пожалуй, самой большой сложностью, кроме реализации самой технической идеи, была реализация бесчертежной технологии. Начиная с самых первых образцов, самолеты строились именно по той документации, которая выпускалась в электронном виде. Вся история создания, все версии, которые были рассмотрены на этапе аван-проекта, эскизного проекта, технического проекта, рабочего проекта, и на сегодняшний день вопросы, связанные с испытаниями, они все прослеживаются и находятся в электронном макете. Мы задались такой амбициозной целью, что сделать не просто самолет, не просто самолет пятого поколения, а сделать его по новой технологии проектировать. Были закуплены очень большое количество бурочистительной техники. Проведена обучение и подготовка кадров. Но вообще я должен сказать, что это еще не все, потому что нужно научиться думать как бы совершенно по-другому. Это другая как бы среда, которой создавался этот самолет. Сначала изготовили планер-истребитель для статических испытаний на прочность. Параллельно с этим проверялись отдельные узлы и агрегаты машины. Осенью 2009-го построили так называемый комплексный наземный стенд. Фактически это был полноценный самолет, правда не предназначенный для полетов. В его задачи входила наземная отработка основных бортовых систем. Именно на этой машине в декабре 2009-го были выполнены первые руления и пробежки по аэродрому. В январе 2010-го из сборочного цеха выкатили и первый летный экземпляр истребителя. Сначала машину также опробовали на земле. Рулежки, скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе необходимо было убедиться в штатной работе различных систем. Исторический момент настал 29 января 2010-го года. В этот день Сергей Богдан впервые поднял машину в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Полет продолжался 47 минут. Ну, это рождение. Это рождение. Это всегда очень волнительно, это трепетно. Вообще, я вспоминая этот день, я как бы отмечаю два момента, особо мне запомнившихся из моих впечатлений. Первое, это, конечно, очень сильное волнение. Особенно, когда самолет оторвался от земли и удаляется. И ты понимаешь, что ты уже ничем не поможешь летчику. И все теперь зависит только от него и от того, как мы подготовили технику. Ну, и когда все это заканчивается, это огромное облегчение. Я даже не помню, ощущала ли я радость. По-моему, это вот сразу перешло в такую усталость. Наверное, это и есть то самое приятное состояние, в котором человек пребывает, когда сделал большую работу. Ну, действительно, это счастье для летчик-испытателей, если довелось поднять новый самолет. Вот. Это, да, доверие, доверие, которое оказано, которое коллектив возложил, там, руководство. Все, в общем-то, хорошо. Все сложилось. В соответствии с тем, как предполагали, рассчитывали, никаких вводных абсолютно не было. Все по-платному. Это важный этап реализации программы. И, конечно, это большой успех фирмы Сухова и большого количества посетчиков, которые везде с нами работают на этом программе. В институте фавиационной промышленности. Я думаю, что это новый этап развития военного строения в нашей стране. И я считаю, что это очень хорошее начало, большую работу, которую нам еще предстоит сделать. Я очень доволен. Первый полет – важная веха в истории любого самолета. С одной стороны, это итог большой и напряженной работы. С другой – точка отсчета летной биографии машины. И прежде чем она по-настоящему встанет на крыло, необходимо провести не одну сотню испытательных полетов. Методика испытаний авиационной техники предполагает последовательную отработку различных систем самолета. Постепенно к полетам привлекают все новые и новые машины. Испытания любого самолета проводятся действительно такими этапами. То есть создается первый образец, второй образец самолета, которые еще не полностью соответствуют лицу самолета с заданным техническим заданием и техническими требованиями. И вначале, на первом этапе проводятся испытания, связанные с аэродинамикой самолета, испытания на прочность, испытания на устойчивость, управляемость. В ходе испытаний выявляется, что нужно подработать, скорректировать какие-то законы. И самолет имеет в процессе, допустим, двух-трех лет он имеет десятки, десятки версий системы управления. Но то же самое касается и прочностных режимов. Соответственно, и летно-технических характеристик. То есть аэродинамика, силовая установка, прочность и дальше уже идет наращивание испытаний по комплексам бортового обороны. Первый публичный показ истребителя состоялся в августе 2011 года. Местом мировой премьеры был выбран международный авиакосмический салон «МАКС». Зрителям представили проход парой и короткий сольный пилотаж. Помимо этого ТА-50 исполнял роль ведущего в строю с фронтовым бомбардировщиком Су-34 и многофункциональным истребителем Су-35. Исходя из этого можно примерно определить габаритные размеры машины, поскольку точные данные появятся лишь по прошествии времени. Итак, по оценкам длина самолета 20 метров, размах крыла 14 метров. Конечно, статус секретного самолета сказался. На статической стоянке он не представлялся, а к полетам его готовили в стороне от посторонних глаз. При буксировке машины закрывали специальными чехлами. Теперь познакомимся поближе с истребителями пятого поколения и в частности 150. Для начала надо понимать, что современный боевой самолет это целый авиационный комплекс. Он включает в себя планер, систему управления, силовую установку, вооружение и многие другие системы и подсистемы. Собственно, определенные качественные скачки в развитии отдельных направлений и предопределяли переход от одного поколения истребителей к другому. Первые реактивные истребители по аэродинамике мало отличались от поршневых машин. Яркий тому пример Як-15. Сделали его так. Взяли поршневой Як-3, сняли с него мотор и установили турбореактивный двигатель. Скорость возросла почти на четверть и достигла 800 километров в час. Для дальнейшего роста скорости потребовались новые решения. Профиль крыла стали делать тоньше, а само крыло приобрело стреловидность. По мере увеличения стреловидности скорость машин росла, но постепенно это привело к тому, что ухудшились маневренность и взлетно-посадочные характеристики. На истребителе третьего поколения МИГ-23 эту проблему частично решили. Машина имела крыло с изменяемой стреловидностью, что адаптировало ее к разным режимам полета, но сама конструкция получилась тяжелой и сложной. на качественно ином уровне задачу решили на истребителях четвертого поколения. Многие из этих решений использованы и на пятом. Крыло с корневым наплывом и фюзеляж теперь образуют единый несущий корпус. Подобное решение позволило существенно продвинуться в вопросе повышения маневренных характеристик истребителей. С четвертым поколением связано еще одно новшество. На истребителях стали использовать электродистанционную систему управления, сокращенно СДУ. Условно говоря, летчик воздействует на органы управления не напрямую, а через бортовой вычислитель. Система анализирует параметры полета и вырабатывает соответствующие импульсы на отклонение органов управления. То есть на одно и то же движение ручки органы управления реагируют по-разному в зависимости от скорости и высоты полета. Крыло Т-50 оборудовали отклоняемыми носками, элеронами и флоперонами. Помимо этого поворотными выполнены передние части корневых наплывов. Это превращает их в дополнительный орган управления. Это собственно продолжение отклоняемого носка крыла. У крыла носок отклоняется, чтобы улучшать его обтекание и фактически это продолжается на вот эту поворотную часть наплыва. Если его правильно отклонять по различным режимам полета, он позволяет обеспечить малое сопротивление и в то же время если вспомнить те машины, которые имели передние горизонтальные передние Су-30 МКАИ например, то он не имеет некоторых недостатков этого переднего горизонтального оперения. Вертикальное оперение машины двухкелевое цельноповоротное. Горизонтальное оперение представляет собой цельноповоротный стабилизатор. Количество органов не сильно изменилось. И завязывать в комплекс мы уже достаточно давно научились, чтобы обеспечить управляемость на больших углах атаки, чтобы исключить штопор как явление. И на этой машине на Т-50 за счет того, что теперь вычислительная техника позволяет еще дальше свои возможности здесь продвигаем. В зависимости от режима полета очень интересное сочетание отклонения рулей появляется. То есть если самолет пытается создать какое-то скольжение непроизвольно, то рули в такой сложной сложном взаимодействии отклоняются. И клонение органов управления приводит к тому, что самолет оптимально выдерживает такую определенную заданную траекторию допустим на больших углах атаки. Рассмотрим еще некоторые особенности конструкции Т-50. Фонарь кабины имеет большую площадь остекления, что обеспечивает летчику хороший обзор. Носовая опора шасси имеет два колеса. Их диаметр около 60 сантиметров. Опора оборудована грязезащитным щитком. Он предохраняет воздухозаборники двигателей от попадания посторонних предметов. Колеса основного шасси имеют диаметр чуть больше метра. Они снабжены дисковыми тормозами. Все опоры шасси убираются вперед по полету. Для уменьшения дистанции пробега используются тормозной двухкупольный парашют. На истребителе установлена система дозаправки топливом в полете. Методика проведения подобных испытаний предполагает сначала так называемое сухое контактирование. То есть стыковка с заправочным конусом танкера выполняется без перекачки топлива. У нас были вопросы определенные перед началом испытаний, потому что изменилось в силу конструктивных особенностей самолета изменилось положение штанги относительно привычного положения. То есть штанга стала ниже значительно располагаться. И отсюда был вопрос насколько это будет безопасно, потому что получается, что траектория движения конуса она в общем-то так относительно приблизилась к фонарю. И в случае промаха насколько это будет обеспечена безопасность. Но в целом так получилось, что траектория движения конуса стала более удобна и безопасность не пострадала. Важной особенностью современных истребителей является широкое применение в их конструкции композиционных материалов на основе углепластика. Это очень хорошо видно на неокрашенном Т-50. Детали из углепластики имеют серый цвет. На сегодняшний день композиционные материалы имеют преимущество перед многими другими материалами, в первую очередь металлическими, по показателю такому удельной прочность. То есть это прочность отнесенная к удельному весу. Применение вот этого свойства позволяет на одинаковых деталях или равнопрочных деталях получать выигрыш по весу. выигрыш в весе идет на показатели самолета. То есть он больше может взять топливо дальше лететь или на борт можно поставить какое-то специальное оборудование выполнять дополнительные функции какие-то. Второй, я бы сказал, тоже важнейший аспект это возможность использования этих материалов для создания элементов конструкции очень сложной формы. это обход каких-то больших конструкций типа двигателя. По одной позиционных материалах листы толщиной меньше, скажем, миллиметра, значимо меньше миллиметра, поэтому они легко укладываются в различные сложные поверхности. После этого эту оснастку передвигают в автовклавы, то есть это некие печи, где при определенной температуре и давлении полимеризуются. Впервые в Советском Союзе композиты использовали в конструкции истребителей четвертого поколения МиГ-29. Поначалу доля углепластиковых деталей не превышала 10%. На истребителях пятого поколения их четверть. Причем большая часть приходится на внешнюю поверхность. Это делает самолет менее заметным для радаров. Малая радиолокационная заметность это еще одно требование к современным боевым самолетам. Радиолокационная заметность самолета характеризуется величиной эффективной площади рассеяния, сокращенно ЭПР. Измеряется она в квадратных метрах. Например, для истребителей четвертого поколения типа Су-27 и Ф-15 величина ЭПР составляет порядка 12 квадратных метров. Следует понимать, что это не площадь поверхности самолета, а некая усредненная величина. На ЭПР влияют как абсолютные размеры машины, так и ее формы. Сильнее всего отражают плоские вертикальные поверхности, такие как кили и боковые стенки фюзеляжа. Также на радиолокационную заметность влияют места сочленения частей самолета, вращающиеся компрессоры двигателей и выступающие элементы конструкции. Для снижения радиолокационной заметности существует целый комплекс мер. Многие линии истребителей пятого поколения выполнены параллельно друг другу. Например, кромки крыла, стабилизатора и наплывов. Плоскости килий параллельны боковым стенкам воздухозаборников. Таким образом, минимизируется количество направлений отраженного сигнала. Большую заметность самолета в радиолокационном спектре дает внешняя подвеска оружия. Поэтому на истребителях пятого поколения основной комплект вооружения размещается во внутренних отсеках, закрытых створками. Каналы воздухозаборников изогнуты таким образом, чтобы луч радиолокатора не мог отразиться от компрессоров двигателей. Снижению заметности способствует и применение радиопоглощающих покрытий планера. Вышеперечисленные меры относятся к так называемой технологии стелс. Широко известна она стала в 80-е годы с появлением американского ударного самолета F-117. Что касается американского истребителя пятого поколения F-22, то его эффективная площадь рассеяния находится на уровне 0,4 квадратных метра, то есть в 30 раз меньше, чем у истребителей типа Су-27 и F-15. Теперь обратим внимание на силовую установку машины. Важной характеристикой истребителей является тяговооруженность. Чем она выше, тем быстрее самолет разгоняется, тем лучше его маневренность. У истребителей четвертого поколения этот показатель превысил единицу, то есть тяга двигателей стала больше нормальной взлетной массы самолета. Начиная с четвертого поколения на машину устанавливаются двухконтурные турбореактивные двигатели. Обычный турбореактивный двигатель работает следующим образом. Внутрь нагнетается атмосферный воздух, нужный для сжигания топлива. Через сопло с еще большей скоростью вытекают раскаленные газы, образуя тягу. Эти же газы вращают турбину, а тем самым и компрессор, благодаря чему воздух поступает в камеру сгорания под большим давлением. В двухконтурном двигателе часть нагнетаемого воздуха, минуя камеру сгорания, выбрасывается наружу. Таким образом, для образования тяги тратится меньше топлива, то есть двухконтурный двигатель характеризуется высокой экономичностью. Впрочем, это справедливо лишь для бесфорсажного режима. Если летчик включает форсаж, то вне зависимости от типа двигателя расход топлива возрастает почти в три раза. При этом тяга увеличивается только на 70%, но форсаж необходим. Например, его используют на взлете для уменьшения дистанции разбега. При включенном форсаже можно энергичнее выполнить маневр. Описанные режимы являются кратковременными и не так критичны с точки зрения расхода топлива. Другое дело, если на форсаже придется лететь долго. Все современные истребители являются сверхзвуковыми. Так вот, вплоть до пятого поколения для преодоления звукового барьера и полета на сверхзвуке необходимо было использовать форсажный режим. Соответственно, возрастал расход топлива и уменьшалась дальность полета. Одним из главных требований предъявляемых к истребителю пятого поколения является возможность крейсерского полета на сверхзвуковой скорости без использования форсажа. Причем, помимо экономичности есть еще одно преимущество. Снижается тепловая заметность самолета. На Т-50 установлены два двухконтурных турбореактивных двигателя. Характеристики силовой установки обеспечат машине бесфорсажный крейсерский полет на сверхзвуковой скорости. При использовании форсажа максимальная скорость превысит две тысячи. Отметим, что на испытания Т-50 вышел с двигателя. Двигатель второго этапа по многим характеристикам будет существенным шагом вперед. Головным разработчиком силовой установки для ПАКФА является научно-производственное объединение Сатурн. Современный двигатель это тысячи деталей, сотни разного рода материалов. И самое главное, что надо понимать, что это все работает с огромной частотой вращения, на огромных температурах. Ни одна конструкция вообще в принципе в понимании человечества не работает. Когда мы даже... Я сравниваю с двигателями для ракет, которые людей в космос поднимают. Конечно, это интересно, но это по сравнению с двигателем авиационным это предельно просто. Чем отличается двигатель нового поколения от двигателя предыдущего поколения? Безусловно, двигатель отличается основными характеристиками, такими как удельная тяга, удельный вес, удельный расход топлива. Ну, безусловно, и некоторыми другими, о которых мы говорить можем, но с определенным но. Это такими, как требования по малой заметности, конструкция должна быть проверена с одной стороны, с другой стороны, без новых инновационных решений, невозможно конкурировать в 2020-м, в 2030-м. Двигатель, как правило, делается, во-первых, долго, а во-вторых, надолго. И такой двигатель мы хотим делать и делаем, то есть он будет практически лет на 50 по совершенству, процентов на 20, возможности по тяге, по температурам давать. Мы получили сверхвысокие характеристики, ну, если их сравнивать с характеристиками узлов газотрубинного двигателя четвертого поколения, это превышение КПД более чем на 4, где-то даже на ряд режимов на 8%. Фактически это революция. Летчик, безусловно, почувствует мощь и отличие от двигателя по тяге. Он, безусловно, почувствует, что с этим двигателем самолет будет более послушный и быстрее выполнять любые требования и пожелания летчика. Фактически двигатель второй этап ПАКФА должен дать новую жизнь самолету Т-50. Еще одним признаком двигателей для современных истребителей является управление вектором тяги. С помощью поворотных сопел меняется направление реактивных струй. В России такие силовые установки впервые появились на машинах поколения 4+. Управление вектором тяги обеспечивает значительное улучшение маневренных характеристик и хорошую управляемость на малых скоростях, что повышает безопасность полета. Теперь посмотрим, как обстоят дела с силовой установкой у американского F-22. В целом идеология та же. Это два двухконтурных турбореактивных двигателя. Тяга каждого на форсаже 15,8 тонны. Есть различия. На двигателях Рептора применены плоские сопла. Соответственно управлять вектором тяги можно только в вертикальной плоскости. Преимущество такого сопла в другом. Истекающая из него плоская струя быстрее отдает тепло в окружающее пространство, что снижает инфракрасную заметность самолета. Испытания плоского сопла проводились и в нашей стране. Были получены хорошие практические результаты. Поэтому не исключено, что впоследствии плоские сопла будут установлены и на российский истребитель пятого поколения. Теперь рассмотрим силовую установку другого американского истребителя F-35. Двигатель у него один. Сопло круглое. Тяга составляет 19,5 тонн. При этом нормальная взлетная масса истребителя 20 тонн. Заметим, что тяга вооруженность таким образом получается меньше единицы. Да и крейсерский полет он будет совершать на дозвуковой скорости. То есть формально F-35 не по всем параметрам отвечает истребителю пятого поколения. В то же время по сравнению с Рептором это более универсальная машина. Достаточно сказать, что самолет разработан в трех вариантах. Вариант А. Истребитель сухопутного базирования для ВВС США и еще девяти стран мира. Вариант Б. Для корпуса морской пехоты США и вооруженных сил Великобритании. Вариант С. Палубная машина для американских авианосцев. С точки зрения силовой установки наиболее интересен вариант Б. Это самолет короткого взлета и вертикальной посадки. Для этого сопло двигателя выполнено поворотным, а за кабиной установлен вентилятор, который создает вертикальную тягу. В действии он приводится валом от двигателя. Итак, мы познакомились с конструкцией и силовой установкой истребителей пятого поколения. Впереди нас ждет рассказ о бортовом оборудовании, вооружении и о том, что значит быть летчиком современного истребителя. КОНЕЦ Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, иначе говоря российский истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый полет 29 января 2010 года. Головным разработчиком является компания Сухой. Итак, что мы уже знаем о машине? Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме с плавным сопряжением крыла и фюзеляжа. Система электродистанционного управления обеспечивает ему высокую маневренность и управляемость. Тяговая вооруженность истребителя больше единицы. Крейсерский полет на сверхзвуки возможен без использования форсажного режима работы двигателя. В конструкции широко используются композиционные материалы. На машине проведен ряд мер, снижающих ее тепловую и радиолокационную заметность. Теперь рассмотрим истребитель не просто как самолет, а как боевой комплекс. Т-50 разработан как многофункциональная боевая машина и сочетает в себе функции как истребителя, так и ударного самолета. То есть может эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели. Истребители предыдущих поколений создавались в первую очередь как воздушные бойцы. Работать по земле многие из них могли, но не столь эффективно, как специализированные ударные самолеты. Смена концепции произошла при модернизации истребителей МиГ-29 и Су-27 до поколения 4+. В составе их вооружения появились корректируемые авиабомбы и управляемые ракеты класса воздух-поверхность. А главное, машины получили новую систему управления вооружением. Основа системы управления вооружением бортовая радиолокационная стация. Головным разработчиком РЛС для Т-50 является НИИ приборостроения имени Тихомирова. Именно на этом предприятии в середине 50-х создали первый локатор для реактивных истребителей. Им оборудовали перехватчики МиГ-17. Характеристики системы позволяли обнаружить воздушную цель на расстоянии до 11 километров. Уже несколько лет девиз нашего института гласит увидеть раньше значит победить. То есть наши локаторы должны во-первых иметь возможность обнаруживать цели раньше чем обнажить нас противник. С НИИ приборостроения связано важное достижение в мировой радиолокации. В 70-х годах в институте разработали систему управления вооружением заслон для нового советского истребителя-перехватчика. Речь о МиГ-31 представители четвертого поколения реактивных машин. На самолете установили локатор с так называемой фазированной антенной решеткой и сделали это впервые в мире. На локаторах предыдущих поколений обзор воздушного пространства производился механическим поворотом антенны. На новом локаторе сканирование происходит электронным способом. Это намного повысило быстродействие системы и позволило сопровождать и обстреливать сразу несколько целей. Эта работа была этапная потому что впервые в мировой практике на борту истребителя появлялась фазированная решетка появлялась бортовая цифровая вычислительная система в отличие от аналоговых предыдущих ну и много еще разных новшеств. Поэтому опыт нашего института в создании радиолокационных систем с электронным сканированием можно отсчитывать вот с 68 года. Стоит отметить что полотно антенны такого локатора может быть неподвижно. С другой стороны если требуется увеличить зону сканирования то его можно сделать и подвижным. Например так выполнен локатор истребителя Су-35. Эта машина относится к поколению 4++ и по своим характеристикам близка к пятому. Локатор Су-35 способен сопровождать до 30 целей. Дальность обнаружения доходит до 400 километров. Что касается Т-50 то для истребителя разработали локатор с активной фазированной антенной решеткой сокращенно АФАР. Если раньше на станцию устанавливался один большой передатчик то теперь каждый приемопередающий модуль имеет свой собственный миниатюрный. Это повышает надежность системы и позволяет более гибко управлять сигналом. Основным отличием от предыдущих разработок это то, что если во всех существующих системах и с механическим сканированием и с электронным сканированием есть передатчик той или иной мощности есть СВЧ-приемник какой-то чувствительности и это в общем-то особенно передатчики являются по мощности самым большим по надежности самым слабым звеном в радиолокаторе поскольку это высокие напряжения порядка десятков киловольт то здесь практически передатчик и приемник распределены по апертуре по полотну антенны то есть в каждой ячейке антенны имеется миниатюрный передатчик миниатюрный приемник количество элементов варьируется в зависимости от меделя самолета от диаметра антенны это может быть порядка от тысячи до двух тысяч модулей помимо повышенной надежности которую мы ожидаем в общем сейчас подтверждаем это дает более широкие возможности управления диаграммой направленности формирование различных лучей различные формы различные направленности то есть это техника уже следующего поколения как и истребитель пятого поколения так и у нас это пятое поколение радиолокационных средств и это техника 21 века есть еще один немаловажный аспект для Т-50 подготовлена не просто радиолокационная станция а целая многофункциональная радиоэлектронная система помимо обнаружения воздушных и наземных целей система решает и множество других задач среди них навигация радиотехническая разведка госопознавание радиоэлектронное противодействие в систему управления вооружением истребителя включили и оптико-локационную станцию она располагается перед фонарем кабины впервые подобную систему установили на истребители четвертого поколения МиГ-29 и Су-27 станция производит поиск цели по ее тепловому излучению расстояние до цели определяется с помощью лазерного дальномера целевых указателей в ближнем бою оптико-локационная станция может работать совместно с нашлемной системой целеуказания понятно что эффективные комплексы обнаружения и наведения это лишь полдела необходимы еще соответствующие средства поражения начнем с оружия которое применяется для ведения воздушного боя а именно с управляемых ракет класса воздух-воздух первые управляемые ракеты в арсенале советских истребителей появились в конце 50-х годов их максимальная дальность пуска составляла от 3 до 6 километров по сегодняшним меркам совсем немного а тогда на фоне стрелково-пушечного вооружения это был настоящий прорыв по мере того как совершенствовались ракеты и методы их наведения росла и максимальная дальность пуска со временем ракета стали классифицировать по этому показателю появились ракеты малой средней и большой дальности рассмотрим некоторые образцы управляемого оружия которые входят в состав вооружения истребителей четвертого поколения и что предлагается для боевой машины пятого поколения для Су-27 и МиГ-29 была разработана ракета малой дальности Р-73 ее головка самонаведения инфракрасная другими словами тепловая максимальная дальность пуска 30 километров такие ракеты применяются в том числе и для ведения ближнего боя поэтому повышенные требования предъявляются к их маневренности ракета Р-73 имеет двигатель с управляемым вектором тяги она может поражать цели маневрирующие с перегрузкой до 12 единиц при этом сама способна выдерживать 40-кратную перегрузку развитием Р-73 является ракета РВВМД что соответственно и расшифровывается как ракета воздух-воздух малой дальности теперь обратим внимание на ракеты средней дальности у четвертого поколения это Р-27 она имеет два варианта первый тепловой второй с полуактивной радиолокационной головкой наведения полуактивная головка наведения требует подсвета цели бортовым локатором самолета поэтому не может быть реализован принцип пустил и забыл новые ракеты средней дальности стали оснащать активными радиолокационными головками с определенной дистанции локатор такой ракеты сам облучает цель алгоритм наведения включает два этапа на первом головка самонаведения не работает система управления ракеты ведет ее в некую точку она просчитана заранее исходя из параметров движения цели если противник предпринимает маневр то локатор истребителя фиксирует это и на борт ракеты передаются команды корректирующие ее полет по достижении заданной точки в работу включается головка самонаведения если бы она была полуактивной то требовался бы подсвет цели локатором самолета активная головка в этом не нуждается то есть на втором этапе реализуется принцип пустил и забыл и что еще немаловажно если цель изначально находится в зоне досягаемости локатора ракеты то первый этап наведения исключается пустил и забыл это означает что экипаж самолета имеет возможность свободного выбора своей траектории дальнейшей не считаясь с тем так сказать долетела ракета или не долетела если смотреть на традиционные системы то там самолет продолжает лететь за ракетой потому что линия радиокоррекции она к сожалению не бесконечного радиуса применения вот и для того чтобы сохранить контакт с ракетой он должен двигаться с ней конечно может быть с каким-то пеленгом угловым то есть не напрямую на цель лететь тем не менее все равно лететь в том направлении если же он свободен в выборе то он может развернуться и полететь назад ракета уже его не беспокоит она сама сделает свое дело современные ракеты средней дальности могут поражать воздушного противника на удаление свыше 100 километров до недавнего времени ракеты с такими показателями считались дальними и входили в арсенал тяжелых истребителей перехватчиков таких как МиГ-31 что касается управляемого оружия класса воздух поверхность то его номенклатура значительно шире это связано с большим типажом цели например существует класс ракет предназначенных для уничтожения наземных радиолокационных станций для наведения на радиолокатор не требуется его подсветки поскольку он сам является источником мощного излучения которое и фиксирует головка самонаведения раньше для дезориентации таких ракет наземные радиолокаторы на короткое время отключали современные ракеты это уже не сбивает с толку они запоминают координаты станции и к цели их ведет автопилот другой класс составляют противокорабельные ракеты корабельные соединения обычно имеют хорошую противовоздушную оборону что делает опасным сближение самолетов с ними поэтому современные противокорабельные ракеты обладают достаточно большой дальностью пуска от 70 до 260 километров в зависимости от типа ракеты подлет ракет к целям происходит на малых и сверхмалых высотах так они менее уязвимы от средств ПВО флота Другими целями для управляемого оружия класса воздух поверхность могут быть мосты, аэродромы, штабы и другие важные объекты, в том числе хорошо укрепленные. И каждая цель требует своего подхода. Например, существуют ракеты с полуактивными лазерными головками самонаведения. Для подсвета цели используется лазерный излучатель. Такой излучатель диверсионерный излучатель. Воспорационная группа может установить в тылу противника вблизи важных объектов. Он активируется по сигналу с самолета. А есть ракеты без головки самонаведения. Они летят к цели по заранее определенным координатам, используя спутниковую навигацию. Предприятия, разрабатывающие управляемое авиационное оружие, входят в корпорацию тактическое ракетное вооружение. Наша задача одна – обеспечить носитель современным авиационным оружием. Поскольку носитель – это хорошо, но как боевой комплекс, он рождается тогда, когда есть бортовое радиоэлектронное оборудование, которое обеспечивает целеуказание, и современное авиационное оружие, которое по существу этот носитель должен донести к цели. Задача принципиально достаточно сложная, потому что Т-50 обладает еще и малой заметностью, а для того, чтобы была малая заметность, это необходимо разместить оружие внутри фюзеляжа. Это принципиально усложняет и задачу применения оружия, потому что уже под крылом целеуказание в головку нельзя занести, то есть целеуказание уже во время полета ракет к цели. Вот над этим всем мы и работаем. Достаточно напряженно и очень интенсивно. Мы только за последние два года провели госиспытания девяти новых образцов, и примерно в следующие два-три года должны закончить еще 14. Таких темпов освоения нового оружия я не знаю в Советском Союзе. Поэтому это, конечно, для нас очень амбициозная, сложная задача, но все руководители предприятий, трудовые коллективы, они нацелены на ее своевременные решения. Не отказались на российском истребителе пятого поколения и от пушки. Пушечное вооружение истребители применяют в ближнем воздушном бою и при атаке наземных целей. Вообще этот вопрос является дискуссионным и сейчас в среде разработчиков авиационного оружия в целом. Дело в том, что вообще-то установка пушки, встроенной пушки, встроенной, я подчеркиваю, она достаточно дорого стоит по весу и по объему. Ну, плюс боеприпасы, если там их 150-200 штук, то вы можете понять, что это хороший, так сказать, вес на самолете. И казалось бы, можно поставить туда там 2-3 ракеты ближнего радиуса действия, которые, кстати, стреляют намного дальше пушки. Но, говорит, есть но, как всегда. Во-первых, ракеты – это все-таки довольно сложное устройство, и вероятность попадания целей, она не является единицей. Поэтому сторонники употребления пушки говорят, что выгоднее иметь вот это такое сравнительно простое, дешевое, экономичное в обслуживании оружие, чем, значит, израсходовать дорогие две ракеты и не достичь необходимого результата. Стрельба из пушки сопряжена с большими нагрузками на конструкцию самолета. Поэтому существует этап наземных испытаний, призванный оценить это воздействие. После стрельбы носовую часть фюзеляжа исследуют на появление микротрещин. Что касается американских истребителей пятого поколения, то их системы управления вооружением также базируются на радиолокаторах с активной фазированной решеткой. Оружие позволяет эффективно бороться как с воздушными, так и с наземными целями. Основной комплект вооружения тоже расположен во внутренних отсеках. Современный истребитель должен уметь не только эффективно нападать, но и хорошо обороняться. Комплекс обороны призван обеспечить летчику полный контроль ситуации вокруг самолета. Задача – свести до минимума внезапную атаку со стороны противника и сделать невозможной работу его комплексов наведения. Так специальные датчики сигнализируют о пуске ракет, об облучении локатором или лазером. В случае обнаружения угрозы системы противодействия автоматически производят постановку помех. Для управления системой вооружения и для контроля других самолетных систем в кабинах современных истребителей устанавливают многофункциональные дисплеи. Прообразом кабины ПАК-ФА является кабина истребителя Су-35. В ней установлено два цветных экрана с размером по диагонали 15 дюймов. На них летчик может вывести всю необходимую информацию, при этом скомпоновав ее удобным для себя образом. Кроме того, имеется несколько дополнительных небольших дисплеев и многофункциональных пультов управления. Также важная пилотажная и прицельная информация отображается на индикаторе лобового стекла. На Т-50 индикатор большой и широкоформатный. Итак, современный истребитель – сложнейшая боевая машина, вся идеология которой направлена на эффективное выполнение поставленной задачи. Видеть дальше, при этом самому оставаясь незамеченным. Поражать цель первой же ракеты, быть быстрее и маневреннее противника. По мере развития истребителей росли не только их боевые характеристики. Совершенствовалась и система управления ими в бою. Первые реактивные машины выводились на цель по устным командам с земли. В дальнейшем реализовали автоматическое наведение истребителей. А для цели указания стали использовать не только наземные станции, но и самолеты дальнего радиолокационного дозора. Истребители четвертого поколения получили возможность взаимодействия в группе. Первым был перехватчик МиГ-31. Если информацию о цели получил один из самолетов тактического звена, то он может передать ее по закрытому каналу связи на индикаторы других машин. К тому же МиГ-31 может наводить на цели истребители других типов. Таким образом, современный истребитель – это не только эффективный авиационный комплекс, способный действовать автономно. Это часть большой радиоэлектронной системы, обеспечивающей координацию боевых действий. И учитывать это надо на этапе проектирования машины. Самолет становится частью среды, от которой он должен получать задания, целеуказания, наведения. Но и сам при этом он ведет попутную разведку и сообщает в эти автоматизированные системы управления то, что он видит, то, что он слышит и то, что может быть использовано другими самолетами. Современные боевые действия предполагают, что летчику необходимо иметь подробную информацию о воздушной и наземной обстановках. И чем ее больше, тем выше вероятность успеха. Данные поступают как от бортовых, так и от внешних средств обнаружения, в том числе и космических. Система самолета анализирует полученную информацию и помогает летчику в принятии оптимального решения. Образно говоря, новейшие одноместные истребители имеют двух членов экипажа, один из которых – мощный бортовой компьютер. В этой связи используют еще такой термин, как «электронный пилот». Как минимум, первоначальная обработка информации по оценке угроз, по оценке целей, типов, наиболее опасных ситуаций вполне возможно на современном уровне должна быть реализована за счет так называемой системы интеллектуальной поддержки экипажа. Вот это мы и называем электронным вторым пилотом. Информационная система собирает информацию со всех датчиков – радиолакционных, оптических, тепловых, радиоразведки и так далее, с наземных пунктов, обрабатывает эту информацию и выдает летчику рекомендации. То есть летчику остается либо согласиться с этими рекомендациями, которые ему вот этот интеллект машины подсказывает, либо, изменив постановку задачи, получить новые рекомендации и в соответствии с ними действовать. Главной отличительной чертой, на мой взгляд, истребителей пятого поколения является интеграция. Интеграция всего со всем. Это интеграция самолетных систем между собой, это их адаптивное управление, это интеграция прицельных систем с конструкцией самолета, и в конечном счете это интеграция экипажа со всем этим многофункциональным истребителем. Потому что одна из главных проблем, которая стояла перед нами и стоит до сих пор, это реализация такого многофункционального самолета в одноместном варианте. Именно благодаря комплексному использованию всех возможностей, всех систем и комплексов, входящих в состав самолета, это становится возможным. Безусловно, технический прогресс берет свое. Но до тех пор, пока авиация, и в частности боевая авиация, является пилотируемой, главным в самолете по-прежнему остается летчик. Именно от его умелых действий зависит успех выполнения поставленной задачи. Конечно, каждый самолет, абсолютно каждый самолет, это не относится не только к самолету пятого поколения, любого поколения и любого типа, класса, когда идет переучивание, то есть свои особенности. Так как появляется новая область, это около нулевые скорости, вот эта сверхманевренность, ну, психологически непросто летчику, которого всегда учили, вот, допустим, не уменьшая скорость меньше 500, или меньше 400, тогда все будет хорошо, все будет нормально. А когда вдруг скорость 200, 100 и 0, и совершенно другие ускорения там возникают, то есть это надо действительно человеку показать, обучить человека этому надо. Что касается области привычной пилотирования, то самолеты стали значительно более простые, они многое прощают, то есть самолет уже сам не выйдет на какую-то перегрузку, он не превысит никаких ограничений. И основная еще сложность будет при освоении, конечно же, будет заключаться, а от этого опять же никуда не денешься, с тем, что существенно возрастает многообразие режимов боевого применения. Для летчиков истребителя пятого поколения разработаны новые системы жизнеобеспечения и спасения, новая экипировка. Ведущим российским предприятием в этой области является научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Северина. «Наше предприятие традиционно занимается разработкой, созданием различных систем жизнеобеспечения и спасения летчика. Предприятие основано уже более 60 лет назад, и с тех пор практически все разработанные в Советском Союзе, а затем в России подобные системы были созданы в стенах нашего предприятия». Летчики первых реактивных истребителей имели практически такое же снаряжение, что и пилоты поршневых машин. Те же штаны и кожаная куртка, тот же шлемофон с защитными очками. Шлемофон со временем уступил место защитному шлему. В авиации его принято называть сокращенно «ЗАШа». Вместо очков на шлеме имеется защитное стекло. Оно двойного назначения. Во-первых, светофильтр предохраняет глаза от солнечного света. Во-вторых, стекло защищает лицо от набегающего потока при катапультировании. Причем, если раньше перед покиданием машины требовалось опускать стекло вручную, то позже это стало происходить автоматически. Для этого в шлеме установлен пиропатрон, который срабатывает в момент катапультирования. Новейшей разработкой на данный момент является защитный шлем «ЗАШа-10». Новый защитный шлем обладает рядом преимуществами. Прежде всего, это сниженная масса. Кроме этого, благодаря использованию новых материалов и поликарбонатного защитного светофильтра удалось улучшить защиту головы летчика от поражающих факторов вторичных осколков. Ну и, наконец, на этот шлем возможно применение широкого спектра приборов, которые позволяют летчику пилотировать в любых условиях и выполнять все необходимые в современном бою задачи. В снаряжение летчика также входит кислородная маска. Дышать нормально, без специального оборудования, можно лишь до высоты 3-4 километров. До этой отметки в маску поступает атмосферный воздух. По мере набора высоты в него добавляется кислород. И чем выше, тем больше. С высоты 8 километров летчик уже дышит чистым кислородом. Изначально для этого использовались кислородные баллоны. Но новейшие истребители устанавливают кислорододобывающие станции. Во-первых, такая система, естественно, намного легче и значительно компактнее. Во-вторых, повышается пожаробезопасность системы. Ну, потому что на борту не нужно хранить значительные запасы кислорода, находящегося под большим давлением. Ну, и кроме того, самое главное, это снимаются всяческие ограничения по длительности полета. Конечно, кабины современных истребителей герметичны. И может возникнуть вопрос, почему летчики постоянно дышат через маску? Обходятся же пассажиры гражданских лайнеров без них? Дело в том, что истребитель – это боевая машина. Повреждения кабины в ходе боя, вынужденное катапультирование, времени надеть маску может просто не быть. В конце 50-х годов в экипировке летчика и истребителя появился высотнокомпенсирующий костюм, или сокращенно ВКК. При разгерметизации кабины или при катапультировании на большой высоте он компенсирует резкий перепад давления. Для этого в конструкции костюма есть специальные камеры. В нужный момент в них нагнетается воздух, благодаря чему создается давление на тело. Это препятствует разрыву легких и закипанию крови. ВКК работает и на перегрузках. Сжимание тела препятствует оттоку крови от головы, сохраняя тем самым работоспособность летчика. Если по заданию самолет не будет забираться на большую высоту, то высотнокомпенсирующий костюм не требуется. Достаточно противоперегрузочного костюма. Он несколько проще и воздействует на поясничную область и на ноги. Всем известно, что истребители 4-го и 5-го поколения обладают повышенной маневренностью. Как следствие, на летчиках в процессе пилотирования, особенно в боевых условиях, воздействуют значительные перегрузки. Зачастую именно запредельные перегрузки приводят к тому, что летчик теряет сознание и происходит, собственно, катастрофа. И вот на основании вот этих вот требований было разработано противоперегрузочное костюм нового поколения. Благодаря увеличенной площади компенсирующих поверхностей удается достигнуть переносимости таких перегрузок, которые на костюмах предыдущего поколения приводили к кратковременному выходу летчика из строя. Теперь расскажем о системе аварийного покидания. При больших скоростях полета воздушный поток столь мощный, что человеку не хватает физических сил, чтобы покинуть терпящую бедствие машина. Поэтому катапультные кресла стали устанавливать на реактивные истребители практически с самого начала. Первые катапультные кресла выполняли одну единственную задачу. С помощью порохового стреляющего механизма они лишь выбрасывали летчика из самолета. После этого пилот должен был самостоятельно отстегнуть привязные ремни, оттолкнуть кресло и раскрыть парашют. В дальнейшем эти процессы автоматизировали, а сами кресла оборудовали системой фиксации рук и ног, что исключает их травмирование под воздействием скоростного напора. Современные катапультные кресла оснащаются твердотопливными ракетными двигателями, которые вступают в работу после выхода кресла из кабины самолета. Это позволяет спасать летчика даже при нулевой высоте и нулевой скорости. По мнению авиационных специалистов, лучшим в мире катапультным креслом является отечественное кресло К-36. Оно было разработано в конце 60-х годов и с того момента постоянно модернизировано. Кресло обеспечивает спасение на высотах от нуля до 25 тысяч метров. Аварийное покидание может происходить на скорости в 2,5 раза превышающей скорость звука. Самые совершенные модификации кресла К-36 подготовлены для российского истребителя пятого поколения. Наиболее характерным отличием по сравнению с предыдущими поколениями на данном кресле является усовершенствованная система автоматики, которая с помощью информации, поступающей как с борта, так и с помощью датчика, установленного на самих креслах, определяет условия полета в момент катапультирования и на основании этой информации существенным образом оптимизирует работу всех систем кресла. На этих кадрах происходит отработка системы спасения на специальном наземном стенде. Макет кабины Т-50 установлен на тележку. Она разгоняется ракетными двигателями по рельсовому пути. При достижении нужной скорости происходит катапультирование. В кресле находится манекен. Интенсивное торможение тележки производится гидродинамическим способом. В средство спасения входит кроме кресла еще система управления катапультированием и система открытия аварийного выхода. Только после того, как фонарь уйдет на безопасное расстояние, он разблокирует кресло. И тогда происходит катапультирование. Для справки могу сказать, что на двухместных самолетах процесс катапультирования занимает меньше секунды. А на одноместных самолетах этот процесс, конечно, быстрее происходит. И самого большого, я считаю, успеха мы добились на Т-50. Фонарь сбрасывается за такое время, что у нас катапультирование происходит чуть больше четверти секунды. Поступление российского истребителя пятого поколения в строевые части намечено на 2016 год. К тому моменту машина должна пройти государственные в нее качества. Весне 2013 года экземпляры. На них выполнено свыше 200 полетов. Две первые машины используются главным образом для оценки летных и прочностных характеристик. На третий самолет установили радиолокационную станцию. Ее первые же испытания на борту подтвердили высокие данные на всех режимах работы. Четвертый летный экземпляр поднялся в воздух 12 декабря 2012 года. С этой машиной связан еще один важный этап. До этого построенные в Комсомольске на Амуре самолеты перевозились на испытательную базу в Подмосковный Жуковский на борту транспортных Ан-124. Четвертый Т-50 перелетел с Дальнего Востока на другой конец страны своим ходом. Выполнив три промежуточных посадки, он покрыл расстояние около 7 тысяч километров. Все системы и оборудование машины работали без замечаний. На сегодняшний момент я хочу сказать, что да, видны определенные перспективы самолета. Видно, в чем он будет действительно превосходить самолеты существующие. И мы начинаем входить в полосу, допустим, что касается аэродинамики, исследований, которые показывают наличие определенных преимуществ. Принятие на вооружение российской армии истребителя пятого поколения позволит повысить боевой потенциал военно-воздушных сил России. Его разработка и организация серийного производства поможет вывести авиационную науку и промышленность на новый уровень. На базе Т-50 будет создан истребитель и для военно-воздушных сил Индии. Соответствующее соглашение между странами было заключено в 2007 году. Важно отметить, что эта машина пока единственный боевой самолет, полностью разработанный российской, а не советской авиапромышленностью. В то же время следует понимать, что создание машины вряд ли стало бы возможным без опыта, накопленного в советское время. Тем важнее сохранить этот опыт и, более того, приумножить его. Я выражусь откровенно, на этапе начала нашего проекта я бы сказал, что наш проект был вообще единственной надеждой авиационной промышленности России, ее конструкторской, технологической, производственной базы на сохранение той школы, того опыта, который нам достался от предыдущих поколений. Сейчас ситуация изменилась. Мы вышли, я считаю, на достаточно такую широкую дорогу, где достаточно уверенно сейчас авиастроение, опять же, боевой авиации, я считаю, себя чувствует, потому что задел был сохранен, новые качества великолепнейшие появились у самолетов. У каждого специалиста, у каждого человека есть цель в жизни. Наше предназначение – создавать самолет. Вот мы, так сказать, и создаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА